Всем привет, друзья! Буквально пару дней назад мне позвонил мой отец и говорит, Женя, уже наступает зима, заняться мне особо нечем, подбери мне какой-нибудь интересный игровой ноутбук. На что я ответил, да, без проблем. Но давайте сначала определимся со стоимостью. Дело в том, что ноутбуки сейчас делятся на две категории. Это ноутбуки до 70 тысяч рублей с новым процессором и старой графикой и ноутбуки от 70 и выше с новым процессором и новой графикой. Он сказал, давай искать до 70 и я согласился. Буквально пару минут на просторах интернета и я нашел что-то нереально крутое. Ноутбук за 70 тысяч с новым процессором и новой графикой, хоть она и самая слабая в линейке. Вот это чудо на сайте Citilink. Lenovo Idiopad Gaming 3. Когда я оформлял заказ, на сайте отсутствовали фотографии и его подробные характеристики. Однако шапка меня очень впечатлила, ведь в его спецификации входил производительный процессор от AMD Ryzen 5 5600H и видеокарта Nvidia GeForce RTX 3050. И вот он у меня. Скажу сразу, я уже снимал обзор на этот ноутбук, но в старом варианте железа. Видео набрало большое количество просмотров, вы проявляли активность, писали комментарии, ставили лайки и я максимально объективно старался рассказать вам обо всех нюансах. Ну что, давайте посмотрим на что способен старший брат. Берем в руки что-то поострее и отправляемся вскрывать коробку. Достаем из нее все содержимое и начинаем изучать его. Как обычно, внутри находится документация. Тут же набор креплений и шлейф для дополнительного жесткого диска. Большой и плоский блок питания и обернутый в пленку ноутбук. Комплектация не богатая, да и зачем она нужна, ведь мы покупаем бюджетный игровой ноутбук. Внешне модель практически полностью повторяет своего предшественника. Корпус выполнен из матового пластика, окрашенного в черный цвет. Качество сборки также не вызывает вопросов. На обратной стороне все также выбита модель ноутбука. На задней крышке вдоль рамки находится логотип компании в виде металлической вставки. По габаритам много места не занимает. Длина 360, ширина 252 и толщина 24 миллиметра, а вес чуть больше 2 килограмм. Прошлая модель отличалась довольно хлипкими креплениями экрана. Тут это частично поправили. Экран перестал болтаться при малейшем касании. Однако этот ноутбук стоит также открывать аккуратно посередине. IP Gaming обладает 15,6 дюймовым IPS дисплеем. Скажу сразу, это поможет достичь высоких показателей углов обзора и цветопередачи. Разрешение экрана Full HD, а частота обновления 60 Гц. Тонкие рамки и веб-камера с защитной шторкой это несомненно плюс. Из минусов хочу отметить невысокий показатель яркости дисплея. Белый кажется недостаточно насыщенным, но тут на вкус и цвет. Над клавиатурой посередине располагается кнопка включения. Сама же клавиатура выкрашена в белый цвет. Она имеет два режима подсветки. Ход клавиш приятный и по сравнению с прошлой моделью практически бесшумный. Тачпад вынесен левее. По его работе вопросов у меня не возникает. С левой стороны расположены разъемы под зарядку, под проводной интернет, HDMI для подключения дополнительного экрана и Type-C. Справа находится разъем для наушников и два USB 3.1. Снизу устройство имеет перфорированную крышку для забора воздуха в систему охлаждения. Я не сразу заметил, что некоторые отверстия закрыты поролоновым уплотнителем. Позже мы посмотрим, на что это влияет. Подведу небольшой итог по внешнему виду. Ноутбук мне нравится. Для нового внесли незначительные корректировки в дизайн. Поменяли форму перфорации, изменили расположение некоторых портов. А в остальном он также остался компактным и лаконичным. Ну а перед тем как продолжить, хочу внести некоторую ясность. Как вы могли заметить из спецификаций на сайте CityLink, этот ноутбук имеет всего 8 ГБ оперативной памяти, что в современных реалиях ставит нас в некоторый тупик. А плюс ко всему устройство имеет всего один SSD накопитель на 256 ГБ. Тут мало что можно поставить. Поэтому я дополнительно купил одну планку оперативной памяти на 8 ГБ и еще один SSD накопитель на 500 ГБ. Далее мы посмотрим, что же скрывается внутри этого ноутбука. Увидим процесс установки дополнительных комплектующих и сборку его обратно. Поэтому если ты все еще продолжаешь смотреть это видео, поддержи видео лайком и подпиской на канал. Буду безмерно благодарен. В первую очередь нам необходимо раскрутить все болты. Далее снять нижнюю крышку. Крепления тут очень хлипкие, а пластик мягкий, поэтому в некоторых местах могут появиться сколы. Старайтесь делать все максимально аккуратно, чтобы не испортить внешний вид устройства. Внутри находится аккумулятор, предустановленный М2 накопитель под термопрокладкой, массивная система охлаждения и разъемы под SSD. Обратите внимание, что сюда можно дополнительно установить SSD с расширением SATA или М2. Начнем апгрейд с оперативки. Разъемы под нее скрыты защитной крышкой, поэтому изначально стоит снять ее. В нашем ноутбуке уже предустановлена планка оперативной памяти на 8 ГБ с частотой 3200 МГц, поэтому к ней в пару я установлю такую же планку на 8 ГБ с такой же частотой. Внутренняя часть защитной крышки дополнена двумя термопрокладками, как будто производитель нам на что-то намекает. Далее переходим к установке SSD. Для начала я подключил шлейф, который идет в комплекте с ноутбуком, чтобы понимать, как именно будет расположен SSD. После этого необходимо поместить накопитель в специальную рамку, которая также идет в комплекте, а в конце подключить шлейф и прикрутить SSD к ноутбуку. Финальным штрихом можно разместить уплотнители на установленный SSD. Вуаля, процесс закончен. Аккуратно защелкиваем крышку ноутбука и закручиваем болты. Включить ноутбук и сразу начать его тестировать нам помешает тот факт, что тут не предустановлена операционная система Windows 10, поэтому нам также нужно установить ее. Если у вас с этим сложности, я сделаю отдельное видео, где за одну минуту постараюсь объяснить, как это сделать. Просто поддержи меня лайком и подпиской. Вот он долгожданный запуск, правда к этому времени я уже успел установить все необходимое для тестов ПО. Пару слов о его характеристиках. За скорость работы программ в этом ноутбуке отвечает шестиядерный 12-поточный процессор от компании AMD Ryzen 5 5600H. Чип обладает базовой частотой в 3,3 ГГц на ядро и потенциалом разгона до 4,2 ГГц. Если ваш выбор упал на него, вопросов к производительности у вас точно не возникнет. В систему установлено 16 ГБ оперативной памяти DDR4, работающую в двухканальном режиме с частотой 3200 МГц. Обработку изображения обеспечивает дискретная видеокарта GeForce RTX 3050 с 4 ГБ памяти GDDR6 HUNIX. Как она покажет себя в деле, вы увидите немного позже. Также Ryzen 5 5600H имеет встроенное графическое ядро. Его характеристики вы можете увидеть тут. В окне справа представлен тест оперативной памяти. Тут указана скорость чтения, записи и копирование, а также тайминги, на которых работает эта память. Для быстрого запуска операционной системы и программ предустановлены два MVME накопитель на 256 ГБ. И дополнительно мы с вами установили один SSD на 500 ГБ. Ну а сейчас перейдем к тестам. Стресс-тест AIDA64 продемонстрировал следующие показатели спустя 15 минут. Средняя частота работы процессора 3.6 ГГц при температуре в 92 градуса. Это горячо. И тут я вспомнил об уплотнителях, которые в некоторых местах закрывают перфорацию снизу. Есть вероятность, что они мешают правильному забору в воздух. Однако будем продолжать дальше. Несмотря на то, что график достиг практически максимального значения температуры, корпус ноутбука практически не нагревается. Работать за ним все также комфортно. Если наклонить ноутбук, температура процессора может упасть на несколько градусов, но это незначительно. Думаю, снизить температуру поможет специальная подставка. Стресс-тест Furmark прогрел видеокарту до 73 градусов. Частота работы графического ядра составила 1245 МГц, а памяти 6000 МГц. Во время максимальной нагрузки звук от системы охлаждения не напрягает. Далее производим тесты SSD накопителей. Предустановлен систему был M.2 NVMe накопитель на 256 гигабайт от компании Samsung. Показатели чтения и записи вы можете увидеть в правом окне. А дополнительно в ноутбук мы с вами установили SSD на 500 гигабайт от компании Western Digital. Показатели также справа. Если кому интересно, оставлю в описании ссылку на покупку данного накопителя. Предлагаю также рассмотреть несколько аспектов этого ноутбука. Звук и веб-камера. Звук у ноутбука приемлемый, в меру громкий и качественный. А сейчас перейдем к обзору камеры. На самом деле изображение здесь посредственное, камера здесь не самая мощная, даже с учетом хорошего освещения. Видны какие-то пиксели, то есть изображение Revit, есть какие-то шумы. Можно, конечно, попробовать сделать окошко поменьше, тогда я буду более четче в режим стримера, например, войти. Так меня более-менее видно. Но в целом, если участвовать в каких-то конференциях, то изображение на полную будет не самое лучшее, самое качественное. Проверка звука. Раз-раз-раз, два-два-два-два-три-три-три-три. Ну а сейчас тот момент, когда мы увидим, на что способен этот ноутбук в боевых условиях. PS GO. Выставлены высокие настройки графики. Средняя частота кадров держится на отметке в 200 фпс. Местами есть небольшие просадки до 160 кадров, но это никак не влияет на геймплей. На качество вашей реакции может повлиять 60-герцовый дисплей. Ощущается нехватка частоты обновления. Модельки местами дергаются. GTA 5. Выставлены максимальные настройки графики. Ноутбук демонстрирует отличную производительность. Средняя частота обновления кадров находится на отметке в 75 фпс. Качество картинки и плавность управления очень радует. Процессор в пике прогревается до 92 градусов, а температура графики составляет 77 градусов. Death Stranding. Установлены высокие параметры графики. Управление отзывчивое. Качество картинки на уровне. Средний показатель частоты кадров составляет 75 фпс. Есть небольшие просадки, но это не критично. Температура процессора в пике также достигает 92, а графики 78 градусов. Assassin's Creed Valhalla. Несмотря на то, что выставлены средние настройки графики, проект радует нас красивой картинкой. Средняя частота кадров держится на отметке в 70 фпс. И только в момент боевых сцен это значение может снизиться до 55 кадров. Однако играть все равно комфортно. Температура процессора местами достигает 89 градусов, а видеокарта 78. Horizon Zero Dawn. Выставлены средние высокие настройки графики. Частота обновления колеблется от 50 до 60 фпс. В целом это хороший показатель. Играть комфортно и приятно. В момент высокой загрузки процессора, его пиковая температура кратковременно достигает значения в 98 градусов. Графика держится на отметке в 79 градусов. Еще один качественный порт с плейстейшн. Days Gone. Выставлены высокие параметры графики. Средняя частота фпс колеблется от 55 до 70 кадров. Качество прорисовки окружения и плавность управления не вызывает никаких вопросов. Максимальная температура которых достиг процессор 90 градусов. Графика стабильно держит 73. Следующая на очереди Mafia Definity Edition. Выставлены высокие настройки графики. В зависимости от сцен, частота кадров находится в пределах 45-60 фпс. Мафия настолько беспощадная, что прогрела наш процессор до 99 градусов. Такого я еще не видел ни в одном из тестов. Стоит отметить, что максимально допустимая температура данного процессора 105 градусов. И мы очень близко подобрались к ней. Видеокарта стабильно держится на отметке в 78. Перейдем к шутерам. Первое на очереди. Детище CD Projekt Red. Cyberpunk. Тут намешаны низкие и средние высокие настройки графики. DLSS и лучи выключены. Средняя частота кадров колеблется от 40 до 50 фпс. В боевых сценах этот показатель может снизиться, что повлияет на отзывчивость управления. Однако на помощь нам может прийти DLSS. Если установить его значение на сбалансированное, то мы получим стабильные 50 плюс кадров. Картинка при этом практически не изменится, а играть станет намного комфортнее. Процессор в пике прогревается до 95 и графика до 76 градусов. Call of Duty Warzone. Выставлены киберспортивные настройки. Что-то выключено, а что-то включено. Качество картинки не режет глаза. Это можно сказать и о производительности. В среднем система выдает стабильные 70-80 фпс. Этого вполне хватит устроить небольшую войну. В динамических ценах этот показатель может снизиться до 60 кадров, что никак не повлияет на отзывчивость управления. Процессор и видеокарта прогреваются до 97 и 77 градусов соответственно. Battlefield 2042. Игра автоматически установила настройки графики на минимум. Не будем ничего менять. В режиме Hazard Zone можно успешно вычислять и уничтожать противников, а система нам будет в этом помогать, выдавая 70-80 фпс. В режиме массовых сражений могут наблюдаться просадки до 45 кадров, что делает геймплей достаточно тяжелым. Процессор нагревается до 90 градусов, а видеокарта до 77. Battlefield 1. Устанавливаем высокие настройки графики и начинаем сражение. Средняя частота кадров держится на отметке в 100 фпс. Игра радует нас красивой картинкой, а ноутбук отличной производительности. Температура полностью повторяет своего предшественника. Процессор 93, а графика 78 градусов. Battlefield 5. Высказаны высокие настройки графики. Система держит частоту кадров в рамках 70-80 фпс. Местами есть просадки, но это несущественно. Отличная графика и хорошая производительность подарит вам крутые эмоции от прохождения этой игры. Процессор достиг 98 градусов, а графика держится на отметке в 78 градусов. Закрывает хит-парад производительности Metro Exodus. Игра автоматически выставила ультра настройки графики. Не будем ничего менять и посмотрим, что получится. Мониторинг системы показывает отрисовку кадров со средним значением в 55 фпс. В некоторых сценах количество кадров падает до 38 фпс. Но тут нам на помощь могут прийти более щадящие настройки графики или функция DLSS. Несмотря на то, что ноутбук обладает младшей картой в линейке RTX 3000, можно смело утверждать, что ее производительности хватит для большинства современных игр. Ну и для чистого любопытства предлагаю рассмотреть еще один немаловажный аспект современной жизни – это майнинг. Для начала давайте рассмотрим, на что способна видеокарта RTX 3050. Запускаем NiceHash, алгоритм Кавков, монета RavenCoin. NB-Miner показывает, что наш графический ускоритель выдает 11,3 Мегахэш. При этом температура чипа стабильно держится на отметке 66 градусов. Теперь переходим к процессору. Сейчас самый прибыльный способ майнить на процессорах – это использовать CPU-майнер и копать Raptorium. Мощность, которую выдает Ryzen 5 5600H, майнер оценил в 740 хэш в секунду, что соизмеримо с некоторыми десктопными моделями процессоров. Открываем калькулятор майнинга и вписываем значение 730 хэш. Видим, что за 24 часа этот процессор может добыть 8,3 монет Raptorium, что составляет 43 цента. Переходим на WhatToMine и вбиваем значение Мегахэш нашей видеокарты. Видим, что за сутки наша видеокарта может накопать 1 доллар и 19 центов. Теперь посчитаем общую доходность в месяц. В долларах мы получаем практически 50 баксов, а в пересчете на рубли – 3500. Много это или мало – решайте сами. Но лично мне было бы не по душе использовать его в таких целях. Ну а сейчас подведем итог всему увиденному. Lenovo в очередной раз дарит нам прекрасный продукт. По меркам игровых ноутбуков, 70 тысяч рублей – это малое, что мы можем заплатить за такие комплектующие. Производитель дает возможность купить связку мощного процессора и хорошие графики. А далее вы решайте сами, что вам нужно. Хотите – добавьте оперативную память. Но если не хватает места на SSD накопители, вы можете купить дополнительные. В этом решении все сделано для того, чтобы получить идеальное сочетание качества, производительности и цены. Плюсом этого устройства я без сомнения смогу отнести его цену, производительность, которую он дает за эту цену, качество сборки и его мобильность. К минусам отнесу частоту обновлению. 60 Гц – этого мало, но это бы напрямую повлияло на его стоимость. Горячий процессор также оставляет вопросы. 99 градусов – это очень много. Хотя при этом корпус ноутбука не сильно нагревается. Пока не буду бить тревогу, посмотрю другие обзоры ребят на ютубе. Также к минусам отнесу достаточно марки корпус. А в остальном он полностью справляется со своими задачами. Так для кого же он все-таки создан? Этот ноутбук прекрасно подойдет для ребят, которые хотят скоротать время в своих любимых играх. Также его могут использовать требовательные к производительности пользователи, разработчики, контент-мейкеры и ребята, у которых очень ограничен бюджет. Надеюсь, я полностью раскрыл его потенциал. Если видео вам понравилось и было полезным, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также, если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите комментарии, постараюсь на все ответить. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!